Всем привет! Вы на канале Семья Фетистовых. Меня зовут Мария. Идет сейчас сезон цветения одуванчика. Дочка мне набрала сегодня килограмм одуванчиков. Есть куча рецептов в интернете по как приготовить одуванчиковый мед, но мне все эти рецепты не нравятся, потому что это все долго уваривается, в сахаре, и остается ли там что-то полезное, я очень сомневаюсь. Понравился мне рецепт из одной книги. Есть у меня две такие книжки. «Природосообразное питание. Наталья Кобзарь. Травы». И вторая, тот же автор. «Природосообразное питание. Путь к здоровью». Рецепт я выбрала отсюда, из этой книжки по травам. Берем килограмм одуванчиков и два килограмма меда. Я наскребла уже из того, что было, из емкостей, из разных прошлогодний мед, с разных качек, поэтому разный цвет у нас. Ну, не важно. В общем, берем хороший, качественный мед. Вот. Всю эту массу мы будем заливать медом. Оставляем в теплом, но не жарком месте около суток. А потом раскладываем в баночки, в холодильник будем убирать или в погреб. Я планирую употреблять в пищу хотя бы, чтобы девчонки процедить и жидкость вот эту, вот этот одуванчиковый действительно мед настоящий. Хотя бы там по десертной ложке три раза в день. Ну, если понравится, пусть даже с чаем едят. Может быть, кто привык, можно и кушать, хрюмкать цветочки. Ну, посмотрим, я не знаю пока. Но сока, вот этот мед одуванчиковый, употреблять будем точно. Чаще всего даются рецепты одуванчикового меда из цветков одуванчика. Мы берем и цветки, и стебельки. Потому что из всех частей растения одуванчика больше всего полезных веществ это в стебельке. Там есть плечный сок, который очень полезен. И, в общем, он у нас тоже идет в дело. Залили мед в одуванчики. Теперь оставляем эту массу в покое, закрываем крышкой. И будем ждать, чтобы мед заполнил все пространство одуванчиков. Мед густой, уже кристаллизованный. Поэтому это займет немного больше времени, нежели он был бы жидкий. Одуванчик даст сок. В общем, все будет взаимодействовать друг с другом. Масса с одуванчиками и медом простояла у меня чуть более суток. Мед стал жидким, перемешался с соком одуванчиков. Я их процедила, всю эту массу. Вот такое получилось. Жмых решила никуда не использовать. Сначала думала, может быть, мы будем ее использовать в пищу. Попробовала. Все-таки горько оно будет. Сначала я думала, может быть, оставить, расфасовать в вакуумный пакет и морозилку, использовать на зеленые коктейли. Но я поняла, что я не смогу их в зеленых коктейлях употреблять, потому что все-таки горечь присутствует. Поэтому жмых я выкинула. Получилось у меня полтора литра одуванчикового меда. Как мы будем использовать? Баночку большую я закрыла плотной крышкой и уберу в холодильник, где самое холодное место к стенке. Эту баночку мы сейчас будем использовать. Можно просто давать, например, по десертной ложке несколько раз в день и детям, и взрослым. Для нас лучше всего просто делать такой сиропчик, морсик с водой. То есть по вкусу, чтобы был сладковатый. Можно добавить яблочный уксус, у меня есть домашний. И пить, например, натощак и в обед перед едой. Это будет как такой натуральный поливитамин. Все. Желаю всем здоровья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok